Николай Лейкин в Екатерингофе. Читает Геннадий Постригаева. Обычное первомайское гулянье в Екатерингофе. Гремят военные оркестры, расставленные в разных местах, орут песенники-солдаты. Длинной лентой тянутся катающиеся по аллеям купцы с женами в колясках и шарабанах. Горцуют военные и статские всадники. Аристократия отсутствует. Екатеринговское гулянье — достояние плебса. Вот около купеческой коляски статский советник на лошади из манежа. Он в плюшевом цилиндре, в ботфортах со шпорами, на руках свежие перчатки. На его лице досада и беспокойство. Лошадь так и припирает его к коляске. Даже ботфорт касается заднего колеса. Всадник дергает лошадь за поводья, стараясь отъехать от экипажа, но лошадь упрямится и не отходит. В коляске солидный купец с женой. Дама ежится и жмется к мужу. — Сергей Степанович, ну что же это такое? Ну смотрите, лошадь может вскочить в коляску, я боюсь. Скажи ему, чтобы он отъезжал прочь, — говорит она. — Послушайте, — вскакивает в коляске купец, — я вам третий раз говорю, отъезжайте от нашего экипажа прочь. — Виноватся, я и сам бы душою рад. Да что ж мне с лошадью-то делать? — отвечает всадник. — Не отходят, упрямятся. — Да какой же вы после этого седок, если вас лошадь не слушается? Тогда не надо верхом ездить. — Я не виноватся. Упрямую лошадь в манеже всучили. Одер, а не лошадь. — Сергей Степанович, я не могу. Она морду в коляску сует, — снова раздается голос жены. — Вам русским языком говорят или нет? — вскрикивает купец. — Проезжайте вперед. — Не слушается. Да что ж вы с ней поделаете? Идет около коляски, да и все тут. — Хлыстом ее. Отчего вы ездите без хлыста? — Я со шпорами. Кто со шпорами, тот всегда без хлыста. — Ну так хватите ее хорошенько шпорами под брюхо. — Нельзя этого. Мне в манеже запретили. Если, говорят, вы шпорами, то она вас сбросит. — Ну, ездок. На козе вам ездить, а не на лошади. — Сергей Степанович, как хотите, это невозможно. Лошадь меня за шляпку хватает. Она цветы мои кусает. — Садись, графина Ильинична, на мою сторону, а я на твое место сяду. — Я с ней и сумею справиться. Купец и купчиха пересаживаются и меняются местами. Лошадь мажет купца мордой по плечу. Купец замахивается на нее зонтиком. Всадник хватается за гриву. — Бога ради, не машите на нее, она взбеситься может, — упрашивает он. — Так отъезжайте, наконец, прочь. — Ну, видите, что не могу. Если бы хлыст был... — Возьмите кнут у нашего кучера. — Никита, дай кнут. — Нет-нет, ни за что на свете. Разве можно верховых лошадей кнутом? Она понесет и разобьет меня. — Врешь, можно. Никита, давай кнут. Купец выхватывает из-под кучерского сиденья кнут и стегает лошадь всадника. Та отскакивает в сторону и несется с дороги на придорожную луговинку. Всадник еле сидит. У расположившихся на луговинке с закусками и выпивкой смятение. Какие-то мастеровые бросаются и хватают лошадь под узцы. — Ты, барин, чего разгулялся? — кричат они. — Мне ж можно по траве на народ скакать. Здесь и публика сидит, а ты — на публику. — Да я и сам, господа, не рад. Она понесла меня, — отвечает всадник. — Слезай сейчас с коня. Понесла. Видишь, какую затею затеял по траве ездить. Понесла. Лошадь еле ноги переставляет, а он понесла. — Подскакивает полупьяный телеграфист без фуражки. — Да что с ним разговаривать? Составим, господа, протокол и вся недолга. — Где околодочный? Где полицейская администрация? — кричит он. — Да ведь я ж никого не задавил, — оправдывается всадник. — Задавила бы, так другая и расправа была бы. — Протокол. Поведемте его к полицейскому приставу, — горячится телеграфист. Около него пожилая женщина, две девицы и какой-то красноносый старик в порыжалом пальто. — Миша, Миша, ну оставь. Ну что за охота с полицией вязаться? Ведь тебя же в свидетели притянут, — говорит женщина. — Ах, маменька, ничего вы этого не понимаете, — отвечает телеграфист. — Где жандарм? Тащи его к жандарму. — Брось, Мишенька, ведь и нас потащат в свидетели. — Захар Захарыч, да уговорите хоть вы его, — обращается женщина к старику. — Молодой человек, оставьте. Ведь ежели бы лошадь нас задела, то другое дело, а то ничего особенного не произошло, только напугало немножко, — уговаривает старик. — Как ничего особенного не произошло? А нарушения общественной тишины и спокойствия мало? — Михаил Васильевич, ну хоть для нас оставьте, — упрашивают две девицы. — Для вас, Вера Спиридоновна, извольте, только для вас, а то я показал бы ему, — смягчается телеграфист. — Ну так пойдемте на наше место. Так все чудесно шло, сидели и разговаривали, и вдруг... — Да как же, помилуйте, на самом интересном месте перебил. Я теперь уж все стихи забыл, которые я сочинял. — А мы вам припомним, — говорят девицы. — Да, я и вновь сочиню. А только мне хотелось этого мерзавца пручить. Телеграфиста ведут и приводят под дерево. На траве под деревом разослан ковер. На ковре остатки закуски, бутылки с пивом, апельсины, фляга с водкой, рюмки. Все садятся. — Как все шло отлично. И вдруг... — Маменька, я за здоровье Веры Спиридоновны, — говорит телеграфист, наливает себе рюмку на стойке и встает с ковра. — На чем, Биш, я давеча остановился? — Ты, Верочке, стихи. — Ах, да, надо вновь сочинять. Я их забыл. — Да бросьте вы стихи. Будемте лучше так разговаривать, — говорит девушка. — Нет-нет, он у меня человек умный и образованный. Пусть лучше свой талант докажет. — Господа, наливайте каждый себе по мере сил возможности. Кто к чему пристрастен, тот пусть то и пьет. — Барышни, пивка? — обращается телеграфист к девушкам. — Пивка, а потом апельсинчиком закусить. — Захар Захарович, действуйте. — Я стаканчик рябиновый, — отвечал старик. — Михаил Васильевич, ведь вы на сладкий пирог водку льете, — указывает телеграфисту одна из девиц. — А плевать, это я от рассеянности, от того, что вы с вашими божественными глазками передо мной мелькаете. — Пожалуйста, без комплиментов. — Безумное чувство! — хлопнул себя телеграфист в грудь, потер свободной рукой лоб и переносицу и начал нараспев. — Когда сидит передо мной такой бутончик неземной, я весь в огне, я весь дрожу и на себя не похожу. — Это я, Вера Спиридоновна, про вас, — пояснил он девушке. — И ведь все из своей головы, все из своей головы сочиняет. Нет, чтобы из книжки списать, — шепнула мать красноносому старику. — Маменька, не перебивайте. — Пускай в лесах поет соловей, я день и ночь мечтаю все о ней. Пускай кукует там кукушка, слезами же кропится все-таки моя подушка. — Питаю к вере я надежду, 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 позвольте, я сейчас, надежду, да, питаю к вере я надежду, что отринет она жениха невежду. — Это я про лавочника, который к вам сватается, — обратился телеграфист к девушке. — Пусть отстранит она невежду, пускай прогонит старика, протянет руку мне пока, и развитой с ней человек прибудет счастлив весь свой век. — Это, кажется, из Пушкина сочинения, — шепнул старик матери телеграфиста. — Нет-нет, все из своего собственного ума. Зачем ему Пушкин, если он даже лучше него может, — отвечала мать. — Маменька, не перебивайте. — Вера Спиридоновна, это я вам. — Отринь, жестокое богатство, я предлагаю тебе братство. Как голуби мы будем жить, не станем мы с тобой тужить. — Три красненьких я в месяц получаю, и все тебе, мой друг, вручаю. Зачем вам за богатством гнаться, коль можем в бедности мы целоваться? Вы будете белье строчить, а я безумной страстью вас любить. — Люблю тебя, о, моя Вера, полна моих страданьев мера. — Ура! За здоровье Веры Спиридоновны и жду ее ответа. — возгласил телеграфист, выпил рюмку водки и смотрел на девушку во все глаза. Та сидела, потупившись. — Полноте, душечка, бросьте вы этого жениха из лавочников и согласитесь на Мишенькину свадьбу, — наклонилась к девушке мать телеграфиста. — Да я ей-богу не знаю, откуда он про жениха лавочника прослышал. Никакого у меня лавочника нет, — отвечала девушка. — Так согласны? Согласны быть моей женой и чтоб с законным браком, — вскричал телеграфист. — Завтра, завтра я дам ответ. — Сейчас или я бегу топиться? Телеграфист сделал движение. — Постойте, постойте. Вы лучше завтра сделаете мне предложение. Если завтра сделаете, то я соглашусь. — А чего же завтра? — Ах, боже мой, — замялась девушка. — Да от того, что вы уже третий раз делаете мне предложение, а на другой день и забудете. — Сегодня уж верно и неизменно. Пусть вот старый человек разнимает наши руки, что я не спрячусь. — Захар Захарович, разнимайте, — сказал телеграфист и протянул девушку. Та взяла его за руку. Красноносый старик разнял своей ладонью и проговорил. — Свято. — Маменька, я жених. Наливайте и пейте все. Ура! — заорал телеграфист. — Пили все. — Помяни мое слово, Вера, что опять спятится, — шепнула девушке ее подруга. — То-то и я так думаю, — отвечала невеста. СЕМЕЙНОЕ Купец приехал вечером из лавки домой и застал у себя дома монаха, брата своей жены. Он сидел в спальне на диване и повествовал что-то своей сестре, плавно жестикулируя руками, поглаживая и подергивая свою клинистую бородку и делая глубокие вздохи. — О, отец Зосима, приехал. Когда приехал-то? — проговорил Купец. — Сегодня около вечерин, Александр Естафьевич. Доброго здоровья! — отвечал монах. Оба облобызались со щеки на щеку. — Их так меня, братец, удивили, так удивили, что даже и сказать нельзя. Входят, а у меня и поджилки задрожали, — рассказывала Купчиха. — Кормила ли тебя, сестра-то? Ведь у нас у мирян сегодня день скоромный, — спросил Купец. — Вкушал, Александр Естафьевич, вкушал. С избытком вкушал. Благодарю покорно, — отвечал монах, кланяясь. — Малость ушки похлебал. Сестрица сишка купила и ушку мне сварила, пирожка с кашей позоблил, рыбки поковырял. — За сбором сюда приехал? — За сбором. Вот обойду доброхотных дателей. К хозяину своему понаведаюсь, где приказчиком служил. Он завсегда синюю бумажку. К соседям. Есть наказ мне от отца игумена трипу фиолетового для дивана и четырех креселок купить. — Зело порвалась у него в келье обивка-то, так возобновить хочет. — Ну так и как там у вас? — Скудно, зело скудно, — отвечал монах с большим вздохом и опять погладил и потянул себя за бородку. В богомольцах стало умоление замечаться. Зело мало стало понаезжать. — Да, теперь верт послабло. Каждому только до себя, — сказал купец. — Послабло, милостивец, послабло. Зело послабло. А еще, ежели взять в расчет женский пол... — Ну а как хлеба там у вас, у окрестных крестьян? — Ускудость, великая скудость. До Рождества не хватит. — Ну а льны? — И в льнах большая скудость. А кроме того, поначалу лета скотский падеж начался. Приглядывались так, что мух такая особенная налетала. Укусит, разболит сонное место. Ну, с чего и начиналось. Наезжали ветеринары, но, супротив воли Божией, ничего поделать не могли. И так вплоть до ильина дня. А в ильин день мы помолепствовали соборное, ну и стало ослабевать. — Так жалуются крестьянь-то? — Зело жалуются, Александр Евстафич. — Да прежде всего этого по весне пожары еще тут удалили. Как с одного угла начнется, так до другого угла все дворы и слезнет. Божеское попущение. — Так сильно деревни-то горели? — Зело сильно, милостивец, зело сильно. Как займется, так только скоты успеют вывести. И что этого погорелого народу ходит, так просто ужаски. — Да, в деревне пожар беда. Только успевай скот выводить, а уж об остальном-то и не думай, — проговорил купец. — Ну, а на лошадях-то нынче сибирской язвы-то не было? — Не было, милостивец, не было. Нечего, Господа Бога, гневить. Но, хошо она, сибирской язвы-то и не было, но конокрады одолели. — Одолели? — Зело одолели. Так одолели, что и сказать нельзя. Мужики-то как плачутся. — Придет к нам молебен служить об открытии вора. Плачет, плачет, но никакой пользы. Перекрашивать нони коней-то стали. Украдет, да и перекрасит. — Перекрашивают? Скажи на милость, до чего нони народ-то умудрился. — Ну, а травы как у вас нони были? — Скудость, великая скудость, травы в большом умолении. — И травы плохи. Вот год-то. Из-за дождей? — Из-за дождей, милостивец, из-за дождей. Только перед Ивановым днем косить начали, дожди пошли. Так и разверзлись хляби небесные без удержу. Лежит трава скошенная и гниет. И так почитай, что вплоть до Ильина дня все дождит были. — Да, удивительно, — покрутил головой купец. — За грехи, Александр Евстафич, за грехи. Верта очень ослабла, милостивец. — Ослабление большого не видать, но каженному нонче до себя. И всяк в своей припорции существует, — отвечал купец. — Чай-то пили? — спросил он жену. — Тебя дожидались. Самовар-то давно вон наставлен. — Ты пошли за метком, он с метком попьет. Монах-то с медом больше подобает. Учитель пришел? — Давно пришел. — Не в подпитии? — Облик-то как будто искривлен и глаза косят. Но ведь он говорит, что это у него от рождения. — Гаврюшка учится? — Учится. В столовую они приснастились. Карту там свою развесили. — Надо пойти поглядеть. Пойдем-ка, отец Зосима. — Ну, а ты иди в кухню, да скажи, чтоб там самоваром-то попроворнее, — сказал купец жене. Монах и купец вошли в столовую. Там, за столом, около висящей с потолка лампы, сидел маленький сынишка купца и ковырял пальцем у себя в носу. Рядом с ним помещался косматый пожилой человек с опухшим лицом и окладистой бородой с проседью, смотрел в книжку и хриплым голосом что-то объяснял мальчику. При входе купца косматый человек встал и поклонился. Купец подал ему руку, пристально посмотрел на него, потянул его за руку к себе и сказал. — А ну-ка, дохни на меня. — Запах есть, потому без запаха я уже не могу, а только я трезв, как подобает. Не смутясь, отвечал косматый человек и дохнул на купца. — Землеописание стран проходите? — спросил монах, кивнув на висящую на стене географическую карту. — Да-с, и землеописание стран, но вот ученик-то у нас очень ленив. — Ужасть, как ленится, — поддакнул купец. — Так ленится, что и сообразить невозможно. Ведь вот полгода в Петровское коммерческое училище его готовят и все приготовить не могут. — Просекать надо, слегка просекать, все сие зело полезно, — сказал монах. — Да вот я и то говорю, да учитель тут не соглашается. — Не могу, ибо не жестокосерд, — отвечал учитель. — Но вы скоро наук-то окончите, — спросил купец учителя. — Нам тут на столе чай пить надо. — Да ведь это можно и сейчас, — отвечал тот. — Вставайте, юноша, довольна, родитель чай пить хочет. Мальчик спрыгнул со стола и принялся снимать со стены карту. — Но ты, кустодиан Павлович, куда же? Ты не уходи, напейся с нами, чай-то, — обратился купец к учителю. — Я в прихожую, в пальто за табаком. Там у меня карту с табаку. Купец кивнул вслед учителю и щелкнул себя по галстуку. — Золотой учитель, а только вот и спевает. — Не дуг, — покрутил головой монах. — Упаси Боже! Да вот у нас, привратник, все ничего, а как приблизится время, и пошел, и пошел. — Из-за этого-то и из учителей в гимназии его выгнали, — рассказывал купец. — Да-да. Зачем в училище-то, сына, хочешь? Прям бы в лавку. — Из-за солдатчины больше, чтоб льгот по службе. А то неужто б мы... Да провались она, эта наука. Зачем она нам? Через четверть часа все пили чай в столовой. Скучающий Увеселительное заведение Ливадия Вечер после жаркого и душного дня Парит, на небе гуляют облака и предвещают дождь. Внизу не шелохнет. Нева гладкая, как стекло. К пристани сада время от времени подъезжают пароходы и высаживают пассажиров. По дорожкам сада бродят гуляющие. Очень много женщин из легких. На открытой эстраде играет музыка. За столиком около главной дорожки Сидит необъятной толщиной мужчина купеческой складки. Он в пальто на распашку, в соломенной шляпе и жилет расстегнут. Толстяк не выпускает из рук большой красный фуляровый платок. Он то и дело снимает с головы шляпу и вытирает им обильный пот, струящийся с олба, продолжением которому служит крупная лысина. Толстяк тяжело дышит, покачивается на стуле и время от времени прихлебывает зельтерскую воду из большой кружки, в которой виднеется кусок льда. Перед толстяком на столе, кроме зельтерской воды, бутылка лафита с двумя стаканами и ваза с апельсинами. Официант во фраке стоит неподалеку и ждет приказаний. — Офу! Господи боже мой! Вот жара-то! — вздыхает Толстяк, взглянув на лакея. Тот со всех ног бросается к нему и становится в вопросительную позу. — Чего изволитесь? — спрашивает он. — Вы что-то сказали? — Вот жара-то, говорю, — повторяет Толстяк. — Жара-то какая! — Очень жарко-с, это действительно. — И с невы-то, братец-то мой, не продувает. Я к воде подсел, думал, что хоть с воды подует, так не тут-то было. — Самая тихая погода парит. Не собралось бы дождя. — Ну что ж, это хорошо. Пусть его пролил бы настоящим манером. — Вам, господин, ничего, а нам убыток. — В каких смыслах? — Гость из стада уйдет в комнаты, и наш брат-официант тогда уж гривеника с чайных денег не соберет. А мы только тем и дышим, коли ежели кто на чай даст. Лакей сказал и отошел в сторону. Толстяк поманил его. — Продолжай, продолжай разговор-то говорить. — Ой, когда ты и говоришь, мне все-таки легче, — проговорил он. — Ну что ж ты стал? Рассказывай, рассказывай что-нибудь. А вот ты разговоришь меня. Скучно мне. — Так что ж я вам буду рассказывать-то? — Да что хочешь, то и рассказывай. Тоска мне. — Вам бы, господин, лучше женский полк к себе пригласить. Те сейчас бы разговорили вас. Тут есть штучки из мамзельного сословия отменные. Не желаете ли я приманю, и они к вам подсядут? — Да ведь это мораль надо на себя брать. А я человек женатый, вдруг знакомый человек. — А вы в укромный столик, в кустике? — Да в кустик-то комары уж больно кусают. — В таком разе в кабинетик? — В кабинете душно и жарко. Видишь, меня аж семь потов. — Телесность очень обширная. От того и семь потов. Проходит накрашенная девица в шляпке на отлете. — Машенька, разговаривайте вот господина купца. Они очень наскучают, — останавливает ее лакей. Девушка останавливается около стола. — Не подходи, Бриск, не подходи, — заговорил толстяк. — Ты сядь вон за тот стол, да с того стола и разговаривай. — Половой, ну, тут ты, то бишь официант, дай ей апельсин. Девушка села за соседний стол. — Угостите лафитом, — сказала она. — Это можно. — Официант, налей ей стакан. — Ты, барышня, разговаривай. Все это мне будет приятно. А только на меня не гляди. И я на тебя не буду глядеть. И я на тебя не буду глядеть, а ты на меня. — Ну, как дела-то? — Плохо. Знакомых нет. Тридцать копеек за вход в сад заплатила, да на конке проехала. А толку никакого. Сапоги треплю. А сапоги-то польские. Десять рублей стоят. — Бедная ты, бедная. — А ежели уж так жалеете, то взяли бы, да и дали рубль на память. — Это можно. Только ты меня разговори хорошенько. А то мне скук смертная, да и жарко. А если ты меня разговоришь, то я и про жар забуду. Официант, передай ей от меня рубль. — Вот за это мерси. Если сегодня будет неудачно, то мне хоть на конку пригодится. — А у тебя отец-то с матерью живы? — спросил толстяк, но на девушку не глядел. — Отец жив, а мать померзше. Вот отцу-то надо каждый день тридцать копеек на вино дать. Каждый день за положением приходят. — А кто же тебе отец-то? Чем занимается? — Да так, на квартире в углу живет. По весне птиц ловил, а теперь на биржу работать ходит. — А ты сама-то прежде чем занималась? — Я-то, а я в няньках была, а потом у барина на содержании жила. Я хорошо жила, у меня квартирка в трех комнатах была отличная. И все бы жила, да барин начал замуж не ворить, но я и стала путаться. — А отчего ж ты замуж-то за него не пошла? Барыней была сейчас. — Да он не сам на мне жениться хотел, а за швейцара отдать. Самому ему нельзя было жениться, он женатый. Говорю вам, что сперва начала я у него детей нянчила, а потом бариня приревновала и согнала. Барыня согнала, а он меня на содержание взял. — Ну, отчего ж ты за швейцара замуж не пошла? Может быть, швейцар-то человек хороший, и ты была б с ним счастлива. — Очень уж обидно показалось. После барина, да вдруг швейцар. Опять же и удивительно мне было, что он не ревнует. — То есть барин-то? — Ну да, барин. Сами любят меня, а хотят швейцару отдать. Ну, я на зло им и стала путаться с офицерами. Как увидали они мое путание, сейчас из-за квартиры перестали платить и ездить перестали. Я заскучала и сбежала, а мебель хозяину задолго осталась. — Официант, налей ей еще стакан лафиту и дай два апельсина, — приказал толстяк. — Да, вот еще что, передай ей еще рубль. Это ей за откровенность. — И теперь ты, птичка-синичка, с трясогузкой вровень? — спросил он девушку. — Что поделаешь, пить есть-то надо, — вздохнула та. — На место бы шла. — Из хорошей жизни да на место трудно. — Ой, помолчи маленько, сиди и делай вид, что будь сама по себе и ничему не внимаешь, — сказал толстяк. — Ко мне знакомые подходят. К толстяку подошли двое знакомых. — А что это вы тут одни сидите? — спросили они. — Да с кем же сидеть-то, ежели компании нет, — отвечал толстяк. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.